В прошлый раз я поднимала, мне кажется, самую важную тему выплаты зарплат. И что случилось? Мы только что приехали из регионов. Хочу отметить, что обращение наше к вице-премьеру Голодец не осталось безрезультатным. Во многих регионах, в частности в моих, за которые я отвечаю, выплаты зарплат начались. Здесь это плюс, но не всегда же только ругаться, можно же за что-то и похвалить наше правительство. Хотя по всей стране продолжают идти вот эти жалобы к нам. Не просто невыплаты, а даже не полностью и так далее. Затягивают это, как же людям жить? Второй вопрос, который поднимают у нас пенсионеры, они практически везде его поднимают. Почему во многих областях сегодня опять идет замена льгот на компенсацию? Ну, как бы монетизация, мы уже это проходили, знаем и помним, что монетизация закончилась тем, что люди не получают ни льгот, ни денег. Потому что эти все выплаты потом задерживаются, потом выплачиваются, когда уже потерялся смысл и так далее. Поэтому на это нужно обратить всем властям, от губернаторов до нашего правительства. Следующий вопрос, который люди поднимают и активно очень, это наши дороги, весна. А весна вскрыла все, кто где воровал и где как их делал. Поэтому особенно страшная ситуация с дорогами нетранзитными. Если транзитные дороги, там еще все-таки правительство выделяет тоже свои средства. А вот, да, дороги городские, мы говорим, стыдно. Иногда по городу просто стыдно ходить. Две-три дороги сделаны, где центральный въезд или кто-то приедет показать. А все остальное просто в ужасном состоянии. Очень много жалоб, конечно же, и на выплаты ЖКХ, о которых мы постоянно говорим. Они растут. И причем, если мы платим и говорим, что давайте в одном все-таки центре людей заставим платить, то сегодня люди по всему городу бегают и выплачивают там, там, там. Особенно если построил себе дом где-нибудь на окраине, то ты уже должен сам себя обслуживать и смотреть, где ты можешь вот это заплатить государству. Это, конечно, позор. Может быть, вам покажется это мелким вопрос, но он очень важный. Она сильно как раз сказала о двух очень серьезных вещах, которые вызывают недовольство населения. Она закончила ЖКХ, ну и в частности говорила и о единых денежных выплатах, которые вот в последнее время пытаются заместить. Это вызвало ряд недовольства и ряд митингов, которые прокатились по стране, причем и с нашим участием. Скажем, в Самарской области таких митингов там около десятка насчитывают. С января по март они идут беспрерывно, и последний митинг такой был вот в это воскресенье, где собралось почти пять тысяч человек, хотя власть дала там для этого с окраину на безымянке. Но даже это не отпугнуло людей. Говорю я об этом еще и потому, что сегодня предполагается рассматриваться важный законопроект, который приравнивает встречи депутатов со своими избирателями к митингу. Конечно же, это никуда не годится по нашему мнению фракции КПРФ. Это очередное затягивание гаек для того, чтобы мы как можно больше были обусловлены разного рода заградительными барьерами. И, естественно, фракция КПРФ будет этому всячески противиться. Наша основная работа депутата, вообще-то, это встречи с избирателями. И прописаны эти встречи были в законе о депутатах. Если вот вы меня так назовете сходу, почти ни разу я не помню каких-то эксцессов, которые бы были связаны в связи со встречами с избирателями. Разве что, если там не присутствовали какие-либо провокаторы. Но мы, например, у себя в КПРФ давно знаем, как проводить и митинги, и встречи с избирателями. Таких встреч у нас некоторые наши товарищи. Вот, например, Андрей Клычков провел до 300, когда избирался в Московскую городскую думу. И, слава Богу, мы считаем, что это должно быть основной обязанностью. И всячески, наоборот, приветствоваться встречи с избирателями. К сожалению, вот мы сегодня видим такое ограничение наших прав. Что же касается, собственно говоря, проведения митингов, то мы ожидаем, у нас очередной митинг будет через несколько дней, 8 апреля. Он будет связан с ограничением в жилищно-коммунальной области. И пройдет он по многим городам и областям России. То же самое будет проходить, и центральный митинг будет проходить здесь у нас, в Москве. Вчера во Франции состоялись теледебаты всех кандидатов на должность президента, в которых хочу отметить, что 8 из 12 кандидатов выступают за изменения внешней политики во Франции. Такое же мнение преобладает сегодня во всей Европе. Я вчера вернулся буквально с конференции, которую организовывала в Германии, в Дрездене, партия «Альтернатива для Германии», которая сегодня активно поддерживается жителями Германии. «Альтернатива для Германии» прямую выступает за отмену антироссийских санкций, изменения внешней политики и набирает сегодня по всем землям от 10 до 25 процентов и имеет все шансы в сентябре на выборы в Бундестаг стать третьей партией в Германии. Я это говорю к тому, что сегодня мы неоднократно, наша партия выступала с трибуны, что нет смысла сегодня концентрироваться на работе в таких институтах Европейского Союза, как Парламентская Ассамблея Совета Европы, которые нам не дают слова и исключают, решают слово и исключают в присутствии. Поэтому сегодня необходимо, на мой взгляд, впрямую работать с политическими партиями, с политическими институтами, с гражданским обществом Европейского Союза, которое сегодня абсолютно мнением меняется, но этого совершенно не замечает бюрократия Европейского Союза, основанная на совокупности силовых структур и финансовых и медиа империй. Поэтому я предложил впрямую, что необходимо собрать более масштабную конференцию в Европе, где будут привлечены многие прогрессивные силы Европейского Союза, в том числе при участии нашего гражданского общества России, и обсудить эту проблему, и поставить эту проблему громко, чтобы они знали и слышали. Спасибо. Было заседание в Питере Межпарламентской Ассамблеи СНГ, на которых поднимался очень важный вопрос – международный терроризм. Только прошла, и вот, пожалуйста, мы не можем не отметить, что события в Питере – это череда тех событий, которые прошла по Европе, и, наверное, не дай бог, конечно, еще будет продолжаться. Поэтому если мы будем только плакать, говорить, жалеть – это все понятно по-человечески, но мы должны вскрывать корни терроризма, почему они у нас есть, почему у нас не срабатывают наши структуры, те, которые обязаны это отслеживать. А так, конечно же, питерцы молодцы, они в этот раз молодцы в том плане, что они показали свою солидарность все, несмотря на трудности. И в этой связи, вот я добавлю, там присутствовали в Питере и председатель парламентской ассамблеи Совета Европы, и председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ. И разговор с ними мы им говорили, вы или санкциями будете заниматься, или все-таки будете с нами сотрудничать по вопросам терроризма, который грозит захлестнуть и наши страны, и нашу страну, и вашу страну. И вот начали этот разговор мы после почти трех лет перерыва. Ну, вот, к сожалению, Тамара Васильевна уже отметила, был теракт, который в этом же городе состоялся чуть позже. Надеюсь, что, по крайней мере, перед этой общей угрозой, но ситуация заставит нас складиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!